Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Сегодня у нас спецвыпуск, который полностью посвящен бывшим участникам проекта Элине Камирен и Саше Задойнову. Элина впервые дала интервью о расставании с Сашей. По ее признанию, это уже не ссора, а окончательный разрыв. Как вы помните, в декабре 2015 года эта пара ушла с проекта, чтобы начать новую жизнь за периметром. Поклонники Камирен и Задойнова были уверены, что совсем скоро они услышат об их свадьбе. Элина уходила с счастливой мамой и невестой, но сейчас она брошенная женщина с ребенком на руках. В интервью Элина рассказала, как именно Саша ушел от нее. Они ничего не обсуждали, не было руганий, битья посуды. Саша просто уехал. В феврале этого года он сказал, что ему нужно уехать на пару дней. Спустя неделю от него пришла смс. Как вы там? И на этом их любовные отношения закончились. Элина рассказала, в чем причины бегства Саши. Первая причина то, что он очень устал от медийности. Он даже старался не выходить в торговый центр, в ресторан, потому что там его узнают, начинают просить фотографироваться, расспрашивают о проекте. Ну а вторая причина – Саша просто устал сидеть в четырех стенах. После ухода с проекта Элина с Сашей снимали двухкомнатную квартиру в центре столицы. В то время как Элина бегала по бизнес-делам, он сидел и скучал дома. Конечно же, Саша приносил и деньги в дом. Это было тогда, когда у него случались рекламные мероприятия или выступления. Саша часто оставался с дочкой. Они с Элиной сразу договорились, что с дочкой сидит тот, кто не идет в этот день зарабатывать. Элина очень расстраивает комментарии, когда подписчики ее обвиняют. Ей часто пишут, что она сама без отца росла и дочку свою без отца оставила, семью разрушила. Элина говорит, меня это ранит, я иногда плачу. Хорошо, что подруги поддерживают. Ксюша Бородина, Оля Бузова, Корнелия Манго и Лолита. Саша иногда приезжает в гости к Элине с дочкой. Например, пару недель назад был. А до этого приезжал 8 марта вместе с Настасьей, дочкой от первого брака. Он привез фрукты, сладости и всем подарки. Саша, Элина и девочки гуляли весь день. Как-то он приехал, рассказывает Элина. Пошел к дочке обниматься, а она его не узнала. Саша расстроился, но буквально через час малышка привыкла. Я для себя решила, продолжает Элина. Как мужчина и женщина мы больше не существуем, только как друзья и родители общего ребенка. Любимый мужчина превратился в хорошего друга. Сейчас Элина с дочкой живет в Москве, занимается бизнесом. У нее свой журнал, агентство путешествий и магазин ювелирных изделий. Ну а Саша находится в родном Ярославле. Он занимается благотворительностью. Элина рассказала и о материальной стороне их нынешних отношений. Из совместно нажитого имущества Саша забрал только некоторые вещи, кое-что для квартиры в Ярославле. Зеркало, телевизор, мультиварку, потому что там совсем ничего не было. Элина говорит, что Саша им с дочкой немного помогает. Например, на 8 марта подарил ей 10 тысяч рублей, потом еще столько же перевел на лекарства, но и в конце месяца еще 10 тысяч. Итого 30 тысяч в месяц. Согласитесь, что это неплохо. Но по сравнению с запросами и затратами Элины, это конечно же мало, потому что за квартиру она платит 85 тысяч в месяц, няне 55 тысяч, а еще продукты, смеси дочки, витамины, одежда и уход за собой. Элина рассказала и о перспективах общения с отцом своей дочери. Я ничего не жду, хочу лишь, чтобы у дочки был папа. Мы ему всегда рады. Я никого не ищу, а вот Саша парень видный, тем более у себя в городе. Думаю, надолго он один не останется. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!